Приветствую вас! Ну, в первую очередь, наверное, бросается в глаза то, что вам нужны именно отношения, то, что вы говорите больше про отношения, не про самих людей, то есть, ну, не про самого человека, точнее, вы говорите на своей сфере, вы говорите, что он очень долго меня добивался, вы говорите, что ему очень важны отношения. Вообще, вот эта вот история, когда, ну, человек, один человек добивается другого человека, добивается расположения, она, знаете, как палка двух концов. То есть, вот молодой человек добивался вас, да, он добился, вы пишете, что он долго добивался вашего расположения. Ну, вот для меня загадка, почему вы не были к нему расположены сразу. Нет, я не говорю про чувства, не говорю про эмоции, не говорю про любовь, про что-то, еще, нет, про это все не говорю. Но, вот вы говорите, вот вы пишете, он долго добивался моего расположения. Вот, ну, вы, конечно, вы измените, но это как? То есть, вы были к нему не, вы не были к нему расположены, не были, не были, не были, не были, потом раз, что-то изменилось, и вы стали к нему расположены сразу. Или вы начали постепенно с нему располагать, проявлять свое расположение. Как это у вас, как это происходило? С стороны молодого человека это выглядит примерно так. Есть девушка, как он вас назвал, умная и красивая. Мне вот почему-то показалось, что он смотрит на вас снизу вверх немного, и считает себя недостойным вас. Из-за сомнений в себе, из-за склонности к стыду, к стыду. И эта девушка его восхищает. Вы его восхищает. Он начинает добиваться вас. Он добивается вас. Он, как бы, напрягает свои силы для того, чтобы вас добиться. Он, естественно, не ведет себя свободно. Он не ведет себя аутентично с вами. То есть он не такой, как он есть. Вот в то время, когда он вас добивается. И добившись, прожив какое-то время в этой эйфории, от того, что он вас добился, не вольно возникает вопрос, что дальше. Ведь я добился кого-то, будучи не самим собой, а будучи другим кем-то. Добиваясь, я не проявляю свои слабости. Добиваясь, я скорее склонен к перфекционизму. Да? То есть к тому, чтобы быть идеальным. И дальше, когда я добился, я, по идее, должен оставаться таким же. А оставаться таким же идеальным. Но это невозможно. Это тяжело. И у меня вопрос. Почему мужчина вас долго добивался? Вот понимаете, это всегда про некий страх. Это всегда про некую закрытость. Это всегда про, ну, некую холодность, некую отстраненность. Некое такое, ну, знаете как, тяжелое вовлечение в отношения. То есть вот, например, вы, вот вам, вот вы говорите первое отношение. Значит, мужчина вас добивался, вы, там, не верили ему, не доверяли ему, боялись чего-то. Да? Потому что, ну, а как по-другому? Сымпатия есть, вы ее проявляете. IMпатии нет, вы ее не проявляете. Она не проявляет в симпатии. Оттого, если человек снова, 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 что-то для вас делает. Она не проявляется. Если она появляется так, это означает, что вам важна стабильность. Просто. Если это так, то это означает, что вы человеку сперва не доверяли, а потом он вашего доверия добился. Но если кто-то, он добивается вашего доверия. Это означает, что вы становитесь зависимыми от человека. Потому что изначально доверять ему вы не могли. Если вы изначально доверять ему не могли, вы не можете доверять себе. А если вы не можете доверять себе, вы не можете полагаться на себя, на свои чувства в той или иной ситуации. Одна из вас проблема с тем, как поступить. Ситуация, которая, ну, скажем так, не совсем стандартная. Вот. То есть, грубо говоря, тот факт, что молодой человек вас добивался, свидетельствует о том, что вы себя не чувствуете в безопасности. Вы чувствуете угрозу. Вероятность угрозы. И вы не хотите, вы боитесь, что она вас достанет и причинит боль. Почему вы боитесь боли? Если я прав. Это уже вопрос. Но, еще раз, хочу обратить ваше внимание. Молодой человек очень долго вас добивался. Добивался вашего расположения. Как это возможно? Как возможно то, что от действий человека в отношении к вам, меняется ваше расположение. Нет, я понимаю. Я понимаю. Своими действиями человек, как бы, раскрывает себя и показывает. Я понимаю, что через эти действия вы его узнаете. Я понимаю. Да. Но выглядит то все так, что вы выступаете принимающей стороной очень долго. Молодой человек своими действиями вас к себе привязывает. А когда он выгорает, как произошло с вашим молодым человеком, он просто выгорел, вы уже не к нему привязались. Но вы привязались к нему тому, который вас добивался. К нему идеальному. А к нему настоящему, скорее всего, вы его даже и не знаете. Его настоящего вы не знаете. Скорее всего. Я в этом, конечно, не уверен. Я сейчас это как вот такая рабочая версия, но я думаю, что настоящего его вы не знаете. Да, вы в курсе того, что у него есть определенные проблемы, что у него проблемы с учебой, с работой, могут добраться в армию. Дома обстановка не очень хорошая. И вы его поддерживаете. Но согласитесь, вы считаете, что все это временно? Вы считаете, что его такая жертвенность здесь временна? Но если нет? А если нет? А если так будет всегда? Я вас здесь не пугаю. Поверьте, я вас не пугаю. Я просто спрашиваю. А если? Так будет всегда. Что в таком случае будете вы делать? Вот вопрос. Дальше. Вы говорите, молодой человек очень ценил отношения. Ну вот, да, вы пишите, что ему очень нужны отношения, он боялся меня потерять. Смотрите, нужны отношения, это значит не нужны и вы, а отношения с вам. Простите, но это больше про статус. Боялся меня потерять. Смотрите, здесь как бы вы чувствуете свою важность. Вот он меня боялся потерять, иначе ему не все равно. То есть для вас нормально, что мужчина боится вас потерять. Но вы не вещь, вы не предмет, чтобы вас потерять. Можно показывать человеку, что вы не позволите свои интересы ущемлять. Что вы там свободный человек. Чтобы мужчина видел, чтобы мужчина не позволял себе пренебрегать вами. Это да. Но бояться вас потерять нельзя. Потому что, с одной стороны, это постоянное напряжение жить в страйке, что можно у вас повторять. И с другой стороны, это придание вам ценности, как вещь, как предмету, как украшению, если угодно. А это неприемлемо. То есть, видите, у вас отсутствует личностный ориентир. У вас отсутствует личностный акцент на человеке. И даже на себе. Сильных ссор в последнее время не было. А были сильные ссоры до этого. Непонятно, если были, из-за чего. Дальше пишите о том, что вам надо было уехать из города на два месяца, что вы приехали и встретились, что было хорошо. А на следующий день, утром, молодой человек общался с вами холодно. Вы сразу это почувствовали и немного поругали. Вот, он мне говорит вопрос. Ну вот, почувствовали вы холодно со стороны человека, молодого? Почему поругали? Из-за чего? Какой вы внесли вклад в эту ссору? Что вы чувствовали в это? Что вам было обидно, вам было страшно? Что произошло? Странно молодого, молодого человека, я могу сказать так. Он вас забился. Он дрожит отношениями. Он боится вас потерять. Вы постоянно уезжаете. То есть вы уезжали на два месяца, теперь вы улетаете на еще месяц. Молодой человек это знает. И он понимает, что это постоянное напряжение вас удерживает. Опять же, это то, что вижу я. При том, что вам, вам нужно, нужен определенный уровень его внимания. У вас, очевидно, есть требования к молодому человеку. Он это чувствует. И если вначале, когда он вас добивался, все было хорошо, то со временем он от этого устал, от этих требований. Потому что это не он настоящий. Ну тут еще очень важно понять. Вот вы говорите, что вы 9 месяцев в отношениях. Вот это, с какого момента вы, например, ведете отсчет, что вы в отношениях. Это я имею ввиду. Это с момента, как он начал вас добиваться, в виде 9 месяцев. Или с момента, как он добивался 9 месяцев. Это ладно. Так, значит, дальше. Я закрыл эту тему и решил не развивать конфликт. Опять же. Здесь имеет место быть недоговоренным. То есть, вы начали ругаться, вы обвинили, вы начали обвинять молодого человека, начали предъявлять им претензии. Потом, ладно, все, проехали. Убежали. От проблем. Не решили ее. Ну, молодой человек, он тоже это чувствовал. А у него еще и свои проблемы. То есть, у меня нет ощущения, что в отношениях с вами молодой человек чувствовал себя расслабленным. Даже несмотря на то, что вы его поддерживали. Потому что поддерживать можно обратно. И это я знаю, что меня поддерживают. Но ждут, что я сейчас все проблемы решу, а я не знаю, как эти проблемы решать. Ну, такого рода поддержка не очень приятна. Так, значит, я знаю, что он любит меня, а другой девочки у него точно нет. Ну, вот здесь какая-то неуверенность идет и страх. Причем здесь, что он любит меня, а что у него нет другой девочки. К чему вы это написали? Написал мне сообщение. Давай расстанемся, мне проще. Одному я хочу идти дальше. Уйти в работу. Практически все так вышло. Тоже красиво. Все будет хорошо. Ну, это вот по той причине, что не может молодой человек с вами отдыхать. Вы просто еще одна проблемная, напряженная статья. Статья расходов его энергии. Я попросил встретиться и поговорить. О чем? Вот я не знаю, что вы чувствуете к молодому человеку. Вы о своих чувствах не говорите. Но вы демонстрируете признаки привязанности. То есть вы не принимаете решения молодого человека. Вы не принимаете, что ему так будет лучше. Вы не хотите его терять. Потому что вы воспринимаете себя и его как предмет принадлежности. Не уважаете выбор. Не уважаете решения человека. Так, он ответил. Я не смогу смотреть в его глаза. Мы договорились созвониться. Опять же, зачем? Он несколько раз сказал, что любит меня, но так будет лучше. Такое ощущение, что вы его цепляете за то, что он вас любит. А вы? Какие у вас чувства к нему? Вы говорите, что он очень важен для меня. Но для вас это не любовь, Анастасия. Такое ощущение, что вы боитесь себе признаться в том, что вы чувствуете. Может быть, если бы вы признались себе и ему в том, что вы чувствуете. Было бы искренне. Так, вероятно, молодой человек просто не чувствует, что вы с ним в полной мере искренне. Что он вот любит, любит, а вы нет. Ну, я опять же не знаю, может быть, вы и говорите ему в ответ, что вы тоже его любите. Но все в том, что вы пишите, что он вам важен. Вы не говорите, что я его люблю. А про то, что не хочу его терять, это про ваши потребности. Молодой человек вам для чего-то нужен. Он вам что-то дает. Что, в чем, в чем вынуждает. И вы не хотите это терять. Это эгоцентричное желание, которое не имеет ничего общего с эгоизмом. То есть, через молодого человека вы пытаетесь что-то для себя получить. Не желая брать на себя ответственность за свои потребности и удовлетворять ее самостоятельно. Возможно, возможно, вы воспринимаете его решение на свой счет. Вот. Возможно. Я в этом не уверен. Так. Значит. Я лечу на месте, лечу в другой город и видеться мы не сможем. Ну вот, да. Что это за отношения, да, когда вы постоянно летаете там. И видите довольно редко. Молодой человек, потому что он считает вас красиво и умным, и потому что он вас долго добивался, потому что он боится вас потерять. И, наверное, просто понимает, что он не дотягивает до вашего уровня, что у него проблемы, что он видит вас, что, скорее всего, вы найдете кого-то лучше, лучше, привлекательнее, там, его. И решил просто ускорить это событие. Вот. Понимаете? То есть вы недостаточно близки. Ну да, тут склонность, там, что молодой человек себя обвиняет, все ему стыдно, что он себя не понимает. Вот. Но, опять же, это он, а мы говорим про вас. Так. Не знаю, как себя объяснить, чтобы сохранить отношения. Искренне. Искренне. И холодно. Так. И почему он решил прорвать отношения, потому что взаимные чувства, и все было хорошо. Слушайте, ну, насчет взаимных чувств, я не знаю. Вы не сказали, что вы его любите. А брать отношения вы решили, по причине того, как вы себя ведете, какой образ жизни ведете. Вот. И то, какой характер имеет ваши отношения. Но, на чем они построены. Построены, нет. Построены они на требованиях, на завоевание и на страхе потерять. Такие отношения вы мать вот. Это правда. Сейчас в отношении к людям отдыхают. Может, молодой человек с вами не отдыхает. Я не знаю насчет вас, но молодой человек не отдыхает. И тогда это вы требуете. Потребуйте вы, потому что вам всего этого не хватает. Вот. Ну, в частности, вот из того, что в тексте я увидел, что вот может вам не хватать. Это то, что я знаю, что он меня любит, и что у него нет другой девочки. То есть вот этого вам, братья, не хватает. Не хватает своей значимости. Не хватает своей ценности. Еще на это намекает косвенно то, что вы пишете, что он боится вас потерять и долго добиваться. Это значит, что я для него знаю, что, о, для него и важно. Так не потому ли он для вас важен, если вы для него важны. Понимаете? Опять же, опять же, опять же. Очень важно, как вы познакомились, как мы встретились, что вас объединяет, что между вами общего. Понимаете? Насколько вы друг другу подходите. Прежде чем думать, как себя вести и что делать дальше, нужно определиться с этим. А насколько вы подходите друг другу. Ну и совершенно очевидно, что если вы будете вместе, то вам придется своего молодого человека вести. Так вам придется быть ведущим. В отношениях. Молодой человек. Ведущим. Скорее всего, не будет ли. И вы поменяетесь равными разами сейчас. То есть вы будете компенсировать неуверенность своего молодого человека. И вы пишите, моя проблема в том, что молодой человек начал внезапно отдаляться. Это не ваша проблема. То, что молодой человек начал отдаляться, это его проблема. Ваша проблема в том, как вы это восприняли. Как это у вас вызвало чувства. И вот с этими чувствами нужно разобраться. Их нужно раскрыть. Чтобы вы для себя поняли, что вам нужно. И чтобы вы не были зависимы от этого. В контексте отношений. Мы с вами отношения строить немножечко на других, я бы сказал, основаниях. Вероятно. Вот, в принципе, такая история. Я еще раз хочу сказать, что у вас не взаимные чувства. Вообще взаимных чувств практически не бывает. У всех людей чувствуют себя по-своему. Это нормально. Вот. Во мне не ориентироваться на себя и на то, чего вы хотите для молодого человека. И играм и отделить это от того, чего вы хотите для себя. И вот тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. На этом все.